Борис вводит в заблуждение Лизу и Елену, утверждая, что встречался с гранитом, чтобы попросить денег. Елена в очередной растеряет сознание. Так действуют большие дозы лекарства. Каменев просит Кочубея не приходить на похороны сына. Коля сомневается в искренности Веры, когда она заявляет, что любит его и хочет от него ребенка. И ГАИ, и следователь с милиционерами упускают Ивана. Карабкаясь в горы, он оступается и проваливается в пещеру. КОНЕЦ Полосов. Федор Ильич, у меня плохие новости. Круглов сбежал. Не может быть. Как сбежал? Как вы могли упустить его? Где это случилось? Когда? Ну, отвечайте. Я задал вам вопрос. Что вы молчите? Федор Ильич, тут... тут в горах помехи какие-то. Я последний вопрос не расслышал. Я спрашиваю, при каких обстоятельствах сбежал Круглов? Кто принял решение привезти его в горы? Зачем? Решение принял я. Я... Я решил оказать на него психическое давление. Думал, привезу его в горы, и он расколется. Знаешь что? Будь ты рядом со мной, я бы... Я бы на тебя, дурака, оказал бы воздействие. Федор Ильич, вы... Федор Ильич, он от нас не уйдет. Да он уже сбежал от вас. Федор Ильич, Круглов ранен, он далеко не уйдет. Значит, он ранен? То и значит, один из наших людей подстрелил его. Спасибо, дорогая, что подвезла меня. Я не знаю, как бы я сама добралась. Как я могла тебя бросить? Как? Странно получается. У тебя такое горе, а ты мне помогаешь. Должно быть наоборот. Ну, вообще-то, еще неизвестно, кому сейчас хуже. Тебе или мне. Ну, ты потеряла любимого, близкого человека. Мои обмороки. Беременная женщина. Все, что угодно вынесет. Ради ребенка. Ну, мне кажется, что мы... Сейчас обе потеряли любимого человека. Что ты имеешь в виду? Иван ведь жив. По-моему, после того, что произошло, он как бы умер. Борь, скажи мне, кто дал тебе эти деньги? Ты очень хочешь знать, откуда у меня эти деньги? Да, я очень хочу это знать. Люба, я тебе ничего не расскажу. И поверь мне, тебе лучше ничего об этом не знать. Почему? Почему ты решаешь, что лучше, а что нет? Борис, я уже привыкла к тому, что ты лжешь мне. И даже смирилась с этим. Но сегодня ты заставил солгать меня. Иногда это необходимо. Даже самый честный, кристально честный человек пойдет на ложь, на подлость, если от этого зависит безопасность его близких и покоя их. Нет. Даже ради этого лгать нельзя. Ну, почему ты так близко это все воспринимаешь? Потому что я не могу иначе. Я не могу. Понимаешь, я не привыкла. Ну, так вы ответите на мой вопрос? Или будете продолжать меня рассматривать? На такое впечатление, что вы меня не видели никогда. Вообще-то, выходит, что так. Когда мой племянник познакомил меня с вами, я о вас не знал ничего. А теперь вижу, вы очень похожи на свою мать. Что? Простите, а при чем тут моя мать? Что вы о ней знаете? Сейчас, к сожалению, ничего. Но когда мы с ней виделись в последний раз, она была, ну, даже моложе вас в вашем возрасте. Совсем юная девочка и очень красивая. Слушайте, это невероятно. То есть вы знали мою мать? Это невероятно. Ну, это интересно. Ну, вы, вы пришли мне что-то отдать, да? Следовательно, она вам что-то ценное оставила, да? И вы пришли мне вернуть или... И себе тоже. Слушайте, вы можете не говорить загадками? Можно говорить проще? Постараюсь. Значит, вы Круглова подстрелили? Да, я сам отдал приказ. Мои ребята сработали четко. У него два ранения. Тяжелых? В руку и нога задета. Так что он далеко не уйдет. Когда это случилось? Ничего себе! За столько времени вы его еще и не догнали. Мы хотим определиться, что делать дальше. У вас есть какие-то соображения? Лиза, я... Я понимаю, как тебе тяжело. Я все понимаю. Но, пожалуйста, не надо говорить. Такие страшные вещи. Черт. Прости меня, пожалуйста. Я все не то говорю и не то делаю. Ну, ну, ну. Я, пожалуй, пойду. Может быть, чайку попьем? Нет. Ну, ты куда-то в таком состоянии. Я... Я пойду. У меня там дела. Ты завтра придешь на похороны? Да, конечно. Леночка, только ты обещай мне, что... Если ты будешь плохо себя чувствовать, ты не придешь и останешься дома. Я не хочу, чтобы ты там в обру крохнул. Да не волнуйся. Все будет хорошо. Лена, прости меня, пожалуйста. Да ну ты что? Спасили тебя. Держись. Ладно? Лена, держись. Лена, спасибо тебе. Пока. Лена, спасибо тебе. Видите ли, Ираида Викторовна, Ваша мама лишила вас и меня того, что нам принадлежит по праву. Ну, любопытно. Чего, собственно говоря, она могла вас лишить? У меня лично к ней нет подобных претензий. Она мне ничего не могла дать, собственно говоря, как и забрать. Мы жили бедно. Хорошо. Я отвечу на ваш вопрос. Ну, можно я не буду к вам обращаться по отчеству? Ну, чем же вам не угодило мое отчество? Ну, мне неприятно. Ну, разрешите. Ну, хорошо. Называйте меня как хотите. Только, пожалуйста, быстрее переходите к делу. Нет, нет, нет. Нет, не надо меня торопить. Видите ли, это дело очень деликатное. И мне хотелось бы, чтобы вы, ну, чтобы вы поняли меня. Ну, пожалуйста, ну, давайте говорите деликатно, как угодно. Как вам будет удобно. Только, ну, говорите. Скажите, а мой племянник вас так же раздражает, как я? Ну, а при чем тут ваш племянник? С вашим племянником у нас давние дружеские отношения. Чего я не могу сказать о вас. Жаль. Я уверен, Ираида, что мы с вами подружимся. По крайней мере, я очень этого хочу. Зараза. Вот Степан, а? Где он, чтобы помочь? Нету. Сейчас я вот тут буду. И так вот. О, покрепче. Покрепче. Добрый день, Евгения Львовна. Здравствуйте. Что? Вы так заняты, что вам некогда даже посмотреть в мою сторону. Глаза бы мои на тебя не смотрели. Да вы не сердитесь на меня. Вы только притворяетесь, Велина Львовна. Я бы тебя убила, Вер. Знаешь, убила бы. Убили бы и не узнав, как прошло мое свидание с Колей. Никогда в это не поверю. Вера, у парня горе. Брат погиб, а ты со своим все свидание. Я ходила к нему выразить свои соболезнования. Я пришла к Коле домой, поговорила с его мамой. А потом мы пошли на квартиру Гранит. И что? Ничего особенного. Гранит жил очень скромно. И чего ты радуешься? Где ничего не получится? Коля тебя давно раскусил. Понятно? Да неужели? Хочу вас заверить, что вы ошибаетесь. И Коля меня любит по-прежнему, как щенок. Слушай, хватит ему пудрить голову. Ну, хватит уже сколько можно. А я не буду прекращать это делать. Потому что Коля мне нравится все больше и больше. Особенно с деньгами Гранита он теперь смотрится вообще неплохо. Конечно, над Колей нужно поработать. Привести его в человеческий вид, одеть, прическу изменить. Тогда очень наш презентабельный мужчина будет. Да, а зачем тогда ты ему будешь нужна? А зачем мужчине мать его ребенка? Ты что, беременна, что ли? Да нет. Но я обещала Коле родить ребенка. И тогда Коленька будет ради меня готов на все. Ой, Вера. Так, ладно, преследователь из вас, как из меня балерина. Где вы сейчас ведете поиски? 43-й километр. Так, 43-й, очень хорошо, знаю. Значит так, сейчас оставайтесь там, где находитесь, я подъеду. А вы уверены, что вам надо подъезжать? Уверен, уверен. Это вы заварили эту кашу, которую еще долго придется расхлебывать. Вы оперативную группу вызывали? Нет еще, я решил сначала вам сообщить. Хорошо, свяжитесь с милицией. Свяжитесь с милицией, пусть дадут еще людей. Координацию поисков я беру на себя. У вас карта есть? Да. Отметьте там, квадрат 1, 2 и 3 я беру на себя. Вы с ребятами прочешите квадраты 4, 5 и 6. Остальное оперативные группы, ясно? Я все понял. Все, начинайте поиски, я сейчас подъеду. Собирайся, Круглов сбежал. Как это сбежал? Привыкла, не привыкла, глупость какая-то. Слова я так могу, не могу, ну что это, ну в чем дело? Боря, мой дар это еще тяжелое бремя. Если я буду лгать, я его потеряю и не смогу никому помочь. Ну кто тебе сказал, что твой дар должен тебя покинуть? Ну почему? Я чувствую это. Ну вот сейчас, я же не смогла помочь Лене Крыжевской. А это у меня впервые. И причина, потому что я солгала. Понимаешь? Да какая там причина? Женщина просто беременна. Беременные женщины иногда переносят это все с трудом. Это особенности организма. Да нет, это дело тут не в организме. В данном случае не в организме. Если бы я не солгала, я бы смогла увидеть настоящую причину обморока. Я тебя очень прошу, в будущем, не заставляй лгать меня и не лги сам. Я бы с удовольствием, но обстоятельства складываются иначе. Прости, не смогу. Лена, я могу думать про Ивана все что угодно. Все могут думать и сомневаться, что угодно. И Кочубе, и все остальные. Но только ты одна должна, должна сначала разобраться во всем. Прежде чем считать его вину. Ты пробовала с ним поговорить? Как я могу с ним поговорить? Мне не дают с ним свидание. Дадут. Рано или поздно обязательно дадут. Вот, Лена, надо, надо попробовать разобраться, что произошло. И вспомнить всю цепь событий. Ну да. Иволкин мне говорил о драке. Какой-то драке, которая произошла между Гранитом и Иваном. Ты знаешь, из-за чего они подрались? Да, это было при мне. Это было в ресторане. Да, это я знаю. Я сидела с Иваном, ворвался Гранит. И сам спровоцировал драку. Иван был ни в чем не виноват. И он не хотел этой драки. Но он был вынужден. Лена, это было так страшно. Ну, подожди, подожди, подожди. Почему она произошла? Что он ему сказал? Гранит, и что сказал Иван? Он сказал, чтобы он убирался с ресторана. Убирался из города. Он так сказал? Да. И Иван, конечно же, не выдержал и разозлился. Лена, у них это было что-то... У них были такие глаза. У них была такая ненависть. Они так дрались. Они как нелюди, как какие-то звери просто. Господин Круглов, что вы можете сказать по поводу предъявленных вам обвинений, а? Какое отношение вы имеете к двойному убийству? Почему вы убили свою жену? У вас был повод. Вы за ревность это сделали? Господи, что здесь происходит? В чем дело, а? Ну, что у тебя никак не открывается, что ли? Подождите. Приверл на оборот. Что происходит? Лена, не верю никому. Я никого не убивал. Отпустите. Отпустите. От Федора Ильича, что происходит? В чем его обвиняют? Игорь Михайлович, все узнаете в свое время. Господи. Господи. Леночка. Леночка, вы меня извините, что я, может быть, вмешиваюсь не в свое дело. Но я вижу, как вы мучаетесь. Можно я вам дам один совет? Ну, да, конечно, Галина Васильевна, я всегда прислушиваюсь к вашему совету. Леночка, вам надо пойти к Григорию и рассказать ему всю правду. О чем? Ну, об аресте Ивана за убийство. Вы знаете, так будет лучше. Поверьте мне. Да я бы рассказала. Конечно, я бы рассказала ему. Ну, я боюсь. Ты едешь или нет? Не пойму я, как он мог сбежать? Я же там был. Как был? Как это понимать? Ну, там так получилось, я пошел на место аварии. А там Полосов с группой. И с Иваном. Ну, ну, это я знаю. Дальше что? Ну, а что дальше? Подошел я и гадости ему наговорил всяких. Ну, и случайно сболтнул про Варданя. Ты что? Ты что? Это же следственная информация. Он не должен был этого знать. Да понимаю я. Ну, взбесился я. Ну, пойми, бать, стоит, оправдывается и делает вид, будто ни при чем. Ну, урод. Ты же подставил меня. Да я понимаю. Ты понимаешь, ты дал возможность этому подлецу, понимаешь, подготовиться к следующему обвинению. Ты же спровоцировал побег. Вот. Бать, я все понимаю, готов отвечать. Отвечаю? Да из какой тебя спрос-то отвечать? Не ты дело ведешь. Ты даже в милиции не работаешь. Тогда буду работать. И все сам исправлю. Не волнуйся, не исправишь, когда надо. А сейчас со мной не поедешь. Поеду. Значит, ты, Вера, хочешь заполучить денежки гранитой, поэтому решила родить ребенка очень хорошо. Ну, а почему бы и нет? Вера, потому что детей рожают по любви, а не из-за денег. Ну, вот я думаю, что я тоже, конечно, с ребенком погорячилась. На ребенка нужно много времени. А мне-то хочется пожить для себя. Может, ты когда-нибудь одумаешься все-таки? Но Коля об этом не обязательно знать. Пусть Коля думает, что у него будет сын. Я обещала назвать его Сережей в честь его брата Гранита. Да что ж ты никак не угомонишься? У нее, между прочим, Маша есть. А Маше тут вообще давно нечего ловить. К тому же у нас с Колей настоящие отношения. Интимные. С ума сойти. И когда же ты это успела? И долго так ты собираешься выкручиваться, лгать? Да перестань, Люба. Ну, все люди время от времени просто врут, нагло врут. Все. Ты забыл, что я не все. И для меня ложь – это крах, который разрушает все вокруг меня. Да накручиваешь ты себя просто. Придумываешь. Нет, я ничего не придумываю. Хорошо, Борь. Если бы это касалось только моих способностей, я... Тяжело, но я бы смирилась с этим. Но речь идет о твоей жизни. Ты можешь погибнуть. Леночка, сходите к Григорию, расскажите ему правду. Ведь рано или поздно он все равно все узнает. Ну, каким образом? Да ну, хотя бы из газет. Ну, из газет. Вот ремонтник принес газету. И там была статья об аресте Ивана за убийство. А Анатолия Григорьевича хотела ее прочитать. Так я еле выкрутилась. Ну, я же не могу все время выкручиваться. Ну, понимаете? Да понимаю. Ну, и что же мне делать? Вы знаете что? Вы соберетесь с духом и расскажите. Пусть он лучше от вас узнает. Да, видимо, да. Так будет правильно. Ну, что ж. Пойду тогда прямо сейчас ему и расскажу. Идите, Леночка. Ой, господи, ну я, я тоже пойду. А сейчас я сделаю мастерам бутерброды с чаем. Я познакомился с вашей мамой сорок лет тому назад. Ну, я тогда жил в другом городе и приехал сюда по делам. И вот однажды на набережной я увидел ее. Очень романтичное начало. Подождите, подождите, подождите. Она стояла. У меня было такое ощущение, что вокруг нее был какой-то орел. Она была прекрасна и очень напоминала мне ангела. Я подошел и сказал ей, разрешите познакомиться. То есть вы хотите сказать, что вы завоевали ее именно этим комплиментом, да? Возможно, что да. Видите ли, это слово «ангел» не было в моде при советской власти. В словах «бог» это был некий религиозный атавизм. А тут я ей сказал, познакомиться можно с вами «ангел»? Вполне возможно, что это ее как-то поразило. Ну, тогда были комсомолки, активистки, спортсменки. А вот ангелов, к сожалению, не было. То есть вы хотите сказать, что именно этим банальным комплиментом вы… Ну, почему же? Почему же банальным? Ну, видите ли, я был тогда, ну… Ну, понятно, не банальным, не банальным. Хорошо, давай. Я был совсем некрасим молодым человеком, неприметным. И никаких качеств за собой не замечал. А тут вдруг, да, действительно. Взяли и покорили, да? Да. Я был готов ей, ну, предложить выйти из меня замуж в любую минуту, но не успел. Видите, так сложились обстоятельства, что мне пришлось уехать за границу. То есть вы эмигрировали? А мама? Ну, она была человеком той эпохи, идейником, комсомолкой, ну, как говорится, патриотом. И она отказалась ехать за мной. То есть вы променяли ее на свободу? Ну, если хотите. Да. Я до сих пор мучаюсь. Думаю, что я тогда сделала неправильный выбор. Возьмите. Возьмите. Спасибо. Митенька, сынок, дай, пожалуйста, мне вон ту книгу зеленую, в зеленом переплете. Ну, давай, 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 живей. Дело в том, что твой дедушка, мой отец, очень любил произведения Агаты Кристи. И особенно вот эту считалку из «Десяти негритят». Сейчас я тебе прочитаю. Папа, а может, хватит? Что, сдаешься? Лучше спросить у Ивана. Или еще лучше показать ему то, что ты вспомнил. Ну, ладно, убедил. Придется обратиться к Ивану. О, Лен. Как-то вовремя. Нам с сыном очень нужно поговорить с Иваном. По важному делу. Может, мы позовем его сюда, а? Гриш, послушай, сейчас это невозможно. Почему? Мить, я хотела бы с отцом сначала поговорить наедине, а потом я приду к тебе и все объясню честно. Все время меня выгоняют. Подожди, подожди. Считалки и считалки. Подумай на досуге, помни, сынок. Твоя работа. Ну что ж, тяжело, конечно. Придется сказать. Что сказать? Боря, ты должен уйти отсюда. Ты не можешь здесь оставаться. Значит, все эти люди, которые пользуются твоими способностями, они тебе дороже, чем я. Чем человек, который тебя любит и готов ради тебя пойти на все. Да? Выходит, не на все. Раз ты не можешь быть откровенным до конца. Не на все. Что касается способностей, ты не забывай, что именно они помогли тебе. Нет, я помню, помню. И бесконечно тебе благодарен. Потом. Я чувствую, что мы с Ильей уже давно тебе мешаем. Нет. Не мешайте. Я тебе скажу больше. Без тебя и без Ильи я... Просто пропаду. Нет, ты пропадешь с нами. Бать, ну не могу я, не могу я сейчас сам сидеть. Ты что, не понимаешь? Я еду с вами. Нет, никуда ты не поедешь. Я справлюсь с этим сам. Слушай, ты же сам только что сказал, что Ивана на побег спровоцировал я. То есть логично, что я же его буду искать, правильно? Бать, ну я понимаю, ты злишься на меня. Злишься за тот наш вчерашний разговор. За эту мою выходку. Ну я же не специально. Я могу все исправить, ты знаешь. Ну ладно, поехали. Только тихо, мать спит. Так, жди на выходе, я сейчас матери записку напишу. Добилась своего, соблазнила парня. И как у тебя это вышло? Уметь надо. И никуда ваш Коленька от меня не денется. Он, конечно, еще не забыл про Машеньку. Но я помогу ему сделать это побыстрее. А ты не боишься вот так со мной быть откровенной? А вдруг я все вот это расскажу и Коле, и Маше? Вы же этого не сделаете, Евелина Львовна. А почему я не сделаю? Может, твое бесстыдство меня на это толкает? Евелиночка Львовна, вы же не можете со мной так поступить. Вы же мне как мать родная. Вы должны меня поддерживать, а не Машу. Я не тебя поддерживаю или Машу. Я поддерживаю честные и чистые, порядочные отношения. Ты понимаешь, что такие отношения бывают? Чистые, честные и порядочные. Это Машенька-то честная. Она первая у меня увела парня. И чтобы мне посочувствовать, вы думаете о ней. Давай, сырость, не разводи. Тут никто слезам твоим не верит. Ну, вы же никому не скажете, Велина Львовна. Вера, да коли все это будет продолжаться? Да не скажу! Ой! Странно, что мама никогда не рассказывала мне о вас. Она не должна была вам об этом говорить. Она же считала меня предателем, изменником Родины. А как долго у вас длился, ну, вы были любовником? Не надо так говорить. Мы были чем-то большим, чем любовники. И, конечно, были и последствия нашей любви. Любви мужчины и женщины. Последствия? Это что вы имеете в виду? То самое. Ваша мама отняла у меня право и счастье отцовства. Она хотела у меня вас. Вы хотите сказать? Наконец-то, Эвелина Львовна, вы поняли, что нужно помогать своим, а не чужим. Ведь Маша что, погостила здесь и уехала. А я останусь. Я ваша, Эвелина Львовна. Ой, Вера, перестань. Я прекрасно тебя знаю. Ты нас бросишь из-за первого выгодного, попавшегося тебе под хвост жениха. Эвелина Львовна, вы ошибаетесь. Ну, хотите, я даже снова начну у вас работать. Ну, что я могу сделать? Давайте я сейчас помогу. Ну, скажите мне. Ой, помогу. Знаешь, как мне давить на жалость. Да, я отходчивая. Ну, ты пойми, Вера. Вера, понимаешь, нельзя быть такой расчетливой. Это мужчина, ум, расчет. А женщина – это сердце, чувства, понимаешь? Ну, разве я спорю, Эвелина Львовна? Ну, не дал мне бог этих чувств ваших. Хочу я чувствовать, но у меня в голове как все время работает калькулятор. Ну, Вера, только не надо вот пенять на судьбу. Каждый человек делает ее сам, понимаешь? И таким становится, каким есть. Понимает она. Понимаю я все. Ну, хотите, я вам что-нибудь помогу? Ну, что сделать? Честно, как скажу, а ты не сможешь. Да смогу. Ничего не надо, Вера, все уже сделано сегодня. Я вот заодно на похороны иду. Гранит. Просто небесное, не могу просто. Ну, вот надо посидеть здесь. Никого не будет. Мне, конечно, туда бы тоже бы сходить. Но вы знаете, не люблю я все эти мрачные мероприятия. Вот и будет уважительная причина. Посижу я здесь. Спасибо вам, Велина Львовна. Я пойду к себе. Непутевая. Вот так. Борь, я не понимаю, зачем все носишь в себе? Ты можешь открыть мне свою тяжесть, и мы вместе решим, как нам, что нам жить дальше. Если б ты знала, как ты мне дорога, я влюбился в тебя по уши. Нет. 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 Нет, милая моя, я тебе ничего не расскажу. Нет. Нет, милая моя, я тебе ничего не расскажу. Нет. 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 Ты красива. Очень красива. Очень красива. Очень красива. Нет. 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 Мне нужна твоя помощь. Нет. 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 Все, ладно. Давай сундук спрячем, а завтра заберемся. Что к чему. Давай встал, 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 встал. Держи. Зараза. Ребята, можно к вам? Хозяева, давай. Я вам чай унесу с мясом и бутербродами. Михалыч, заходите, хозяюшка, заходите. Вы меня извините, пожалуйста, если я вам немножко мешаю, но хороших работников надо кормить. А вы с утра работаете, еще не обедали, вот принесла перекусить. Вот, спасибо. Спасибо. Вот, спасибо вам. И это, не обижайтесь на Антона Захаровича. Он немножко резок был с вами. Вы не извиняйтесь. Это мы перед вами должны извиняться. Спасибо. Если бы вы знали. Если бы вы хоть все знали. Ребята, вы чем расстроены, что ли? Вы знаете, если я причинный, то я извиняюсь, я пойду. Да ну, что вы? Что? Что вы? Оставайтесь, не идите. Я не на вас сержусь. Не на вас сжаюсь. Я на себя дурака. Злюсь. Я, в общем, мы тут должны кое в чем вам признаться. Михалыч, молчи. Не говори лишнего. А я скажу. А я скажу. Я все скажу. Хозяюшка, бес попутал. Чуть ворами не стали. Ребята, я не понимаю, что у вас происходит. Вы разберитесь. А про что вы мне хотели сказать? Дурень-то старый. Подожди. Может быть. О, sadly у вас требуется вер脱а. Ребята, ты не можешь сказать. Кто! Прошу. Ваня, кровь, Вань, Ваня, господи, как ты здесь оказался? Он, господи, ранен. Потерпи, потерпи чуть-чуть. Господи. Потерпи, потерпи немножко. Господи. Ой, мама. Кровь измельк. Ой, мама. Кровь измельк. Давай еще немножко. Помоги. Давай еще. Давай еще немножко. Давай еще. Я помогу тебе, пожалуйста. Давай. 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 Ох. 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 Единственный мой, на небо улечу за тобой, на край земли пойду за тобой, и в воду, и в огонь за тобой, любимый мой, единственный мой, на небо улечу.